Алло. Здравствуйте. Андрея Валерьевича могу услышать? Можете. Звонок из банка ВТБ-24 Сергей Владимирович, отдел досудебного регулирования. По своим кредитным обязательствам у вас неоплата идет перед банком Москвы? С чем это связано? Вам тоже все это объяснять? Да, вам придется каждый раз новому сотруднику объяснять, с чем это связано. Хорошо. Не имею наличных средств. Нет. Работаете? Конечно. Работаете. Зарплата есть. Задержек нет. Нет. Стабильность, то есть. Да. Нежелание оплачивать? Почему не желание? Это ваши выводы. Это ваши выводы. Это мой вывод, да. Зарплату вы получаете, но кредиты не оплачиваете. Это ложный вывод. И не надо... А ложный? Конечно. А в чем заключается ложный? Ну, потому что вы выводы делаете необоснованные. Необоснованные? Конечно. Так. Обратные докажите мне тогда. А кто вы такой, чтобы я должен вам доказывать что-то? Я сотрудник. Вы для чего позвонили? Чтобы урегулировать данный вопрос в досудебном порядке. Вы урегулируете, но не провоцируете. Давайте попробуем, попытаемся урегулировать. Вот, давайте. Давайте попробуем. Я не имею возможности оплатить сумму в данный момент. Ваше предложение? Что значит, не совсем понимаю, не имеете возможности? Я еще раз повторяю. Я не имею возможности оплатить в данный момент сумму. Ваше предложение? Вы собрались урегулировать или вы выясняете? Да, мое предложение, если вы не можете... Смотрите, вы работаете, зарплату получаете. Так. Но кредиты не оплачиваете. Вы говорите, у вас нет возможности. Как-то кредиты не оплачиваете? У меня все оплачено до этого момента. На протяжении года я же оплачиваю это все, правильно? То есть я это все оплачиваю, я оплачиваю со штрафами, правильно? Штрафы нас не интересуют. На штрафах мы не зарабатываем. Хорошо, я очень рад. Работаете, деньги получаете, кредиты не оплачиваете? В последнее время уже более 50 дней. Неправда. Не получается заработать? Неправда. Это откуда у вас такая информация 50 дней? Как откуда информация? Ну откуда? Из программного обеспечения. Из программного обеспечения, да? Да. Давайте я сейчас зайду в свое мобильное приложение и узнаю, какое у вас программное обеспечение. Хорошо зайдите. Увидели? Ну что, подождите. Дайте мне его запустить сначала. Вы куда-то торопитесь? Я нет. Нет? Очень хорошо. Да. Заходим. Смотрим. Мои счета, мои кредиты. Два кредита. Первый потребительский кредит на неотложные нужды. Сумма ближайшего обязательного платежа 8-406. Оплатить до 20-го, 06-го, 2016-го. Просроченная задолженность 8-570. Так? Правильно, 8-600. Хорошо. Пускай будет 8-600. 20-го числа просроченная задолженность. В мае. В мае. Плановый платеж был, вы пропустили. В мае. До этого момента пропустили еще апрельский платеж. Как это пропустил? Вы изначально включите на просроченную задолженность в апреле. Где? Сейчас. В апреле нет своевременно. Откроем мои счета. Апрель. Все расходники у меня отображаются здесь в приложении. Правильно? 30-го. Начнем. 30-го марта. 10000. Перевод по своим счетам. Погашение просроченной задолженности 5400. Погашение просроченных процентов 2900. Погашение начисленных процентов 40. Погашение штрафов 450. Так? В апреле 8-го числа списание средств. С этой же карты. Перевод средств для погашения. 1100. Также в апреле 27-го числа внесены деньги 8450. Из которых пошли погашение просроченной задолженности. 5000. 2800. 31 рубль. 12 рублей. 337 рублей. И вот в данный момент получается май у нас. Где у меня 50 дней? Давайте другой открою счет. Давайте другой открою счет. Дебютовая карта есть? Посмотрите. А чего вы мне дебютовые карты тычете? Что? Я вам еще раз повторяю, где 90, вернее 50 дней. Давайте второй счет посмотрим. До вас требования. Апрель. Март. В марте 30-го числа 10 тысяч внесено. Из них пошли погашения всяких задолженностей. До апреля числа 8-го. И все то же самое. Где? 50 дней. Дебютовую карту смотрите. Есть у вас в приложении дебютовая карта? И что дальше? Что по этой карте? 42 рубля? Какие 42? Минус у вас там идет? Ну, минус 42 рубля. И что? На данный, значит, у вас данный минус у вас появился в начале апреля, в конце марта. А вы за 51 рубля меня уже в суд подаете, да? Зачем в суд? Как это? Ну, досудебное решение. Зачем так резко? Мы изначально... Досудебное решение. Вы же до суда хотите решить этот вопрос, правильно? В досудебном порядке. Следующий этап судебный производство. Правильно. 21 рубля на карточке, на которую я почему-то вообще-то кидаю деньги для того, чтобы зачислялись деньги на кредиты. С какого хрена отсюда снимаются средства в минус причем? Выписку возьмите, у вас в кабинете все это должно отображаться. Выписку. И что? Что у меня должно отображаться? У меня отображается. Все видно. У меня все отображается. И что дальше? И почему вы не оплачиваете? Кого? 51 рубль? Да, да, да. А, то есть вот вас конкретно сейчас вот этот 51 рубль интересует? Нас интересует вся ваша просоченная задолженность. Два кредитных продукта плюс дебетовая карта. Уже вот так вот раздовар построен. Да, по дебетовой карте. То есть вы как-то пытались мне убедить то, что у меня 50 дней? 53 дня, все верно. За что? По дебетовой карте вы ушли в минус. Ну вы так ровно говорите. 50 дней за кредит, не оплачивая кредит. 50 дней. Вы всего-навсего из-за какой-то карты вот эту шумиху поднимаете. Мне мозг компассируете. Ну вы что, издеваетесь что ли, уважаемый? Это ваша кредитная история. Не моя, не наша. И что дальше? Вы беспокоитесь о моей кредитной истории? Вы беспокоитесь о моей жизни? Не о вашей жизни, а о вашей кредитной истории? Ну вы беспокоитесь о моей дальнейшей жизни? Это же кредитная история повлияет на мою дальнейшую жизнь? Правильно? Нет, на жизнь не влияет. Никак не влияет. Не влияет. А зачем вы мне тогда об этом говорите? На ваше оформление кредитных будущих в течение 10 лет? Мне значит плевать на это, на вашу какую-то кредитную историю. Алло, вы меня слышите? Не, ну правильно. Логично. Это может не влиять. Вы параллельно со мной разговариваете. Так вы же не хотите слушать. Поэтому и… А что вас слушать? А что мне вас слушать? А вашей жизни мне сейчас нужно? Ну, а мне-то что вас слушать? У вас кредитная обязательность перед Банком Москвы, которую вы не исполняете согласно договору. Я исполняю его. И не одного, а двух договоров. Я их исполняю. Вы исполняете, правильно. Не надежащим образом. Исполняю. Ну, это уже, знаете, как-то не очень меня должно волновать. Это вас не волнует, правильно. Потому что… Почему? Потому что вы деньги в банке уже взяли, потратили, да? А когда брали, вы об этом не задумывались. Сотрудников… А кто вам такое сказал? Кто вам такое сказал? Фактически, фактически все это видно. Да. Видно от чего? От того, как вы исполняете. Только от того, что ваше мнение это… Ну, ваше мнение это сугубо ваше мнение. Вы кредит для чего брали в банке, скажите мне? Это не ваши проблемы. Исполняйте надлежащим образом, вопросов не будет вам. Да ко мне и так вопросы. Согласна графика. Потому что вы мне четко не можете предъявить никаких вопросов. Вы где работаете сейчас? А кто вы такой, чтобы я вам должен говорить? Кредитный договор хорошо читали? И что дальше? Согласно которого должны предупреждать… И еще дальше. …оповещать банка о всех своих изменениях. В том числе… У меня никаких изменений нет. Изменений нет? Да. Так, хорошо. Проживаете там же? Конечно. То есть адрес регистрации проживания не менялись? Нет. Еще какие вопросы? Телефоны. Мобильный, рабочий, домашний. Все те же самые. Мобильный актуально, рабочий, домашний есть? Все те же самые, которые указаны. Изменений нет. Изменений нет. Так, по поводу кредитов ваших. Так, давайте. 8000 рублей и 8600 на сегодняшний день сумка оплатил, плюс еще 60 рублей за дебетовую карту. Угу. Так, и что? Не оплачивается у вас данная сумма почему? Это начало нашего разговора. Да, возвращаемся в начало, потому что ответ я так и не услышал. Как это вы не услышали ответ? Нет возможности, нет возможности, это не ответ. Давайте сейчас перемотаю запись, которую я сейчас записываю. Нет возможности, это не ответ. Как это не ответ? Как это не ответ? Вы задали вопрос? Я вам ответил на вопрос. Нет возможности, это обобщенный ответ. Возможности... Слушайте, вы такими же вопросами задаете, вы такими же вопросами общаетесь обобщенными. Вы знаете, между прочим, что вы в данный момент сейчас следите за своим языком и следите за своими словами, потому что в данный момент любое ваше слово будет являться угрозой в мой адрес. Да что вы говорите? Вот этот тон, между прочим, тоже. Да что вы говорите? Любой лингвист может, прослушав... Обращайтесь, обращайтесь. Что задерживает вас? Я вас... Это является основанием для некорректного общения сотрудников с отделом взыскания. Я вас просто предупреждаю. Вот, вот. Некорректное общение. Вы сами это понимаете. Вы себе что позволяете? Что я себе позволяю? Да, некорректно общаться с сотрудниками банка. Каким образом я некорректно общаюсь? На личности зачем переходите? В каком моменте? В какой момент вам дату и время разговора надо? Ну, пожалуйста. Именно когда вы начали на личности переходить? 19 мая. 19 мая. Лично с вами, да? После 6 часов вечера вам звонили. Лично с вами. Что лично со мной? Ну, лично с вами. Я прослушал этот звонок. А, это с девушкой, да? Конечно. Угу. И в чем там была личность? Я могу сейчас тоже прослушать эту запись и... Знаете, я там... Ты кричи почему-то. Я там могу... Вам тоже разрешал разговаривать на ты сотрудникам банка. А кто ей разрешал? Извините, там ты слова не было. Было. Несколько раз. Ну, значит, девушка себя повела так. Значит, девушка может быть вы себя так ведете некорректно в отношении к банку. И позволяйте в конечном итоге на ты разговаривать с сотрудниками. С банком или с человеком? Банк в лице специалиста. В лице специалиста? Да, вам деньги и кредитные деньги. Банк лично... Если этот специалист... Или в лице специалиста выдали вам деньги? Если этот специалист умеет очень хорошо общаться таким образом, что своим языком он оскорбляет человека и вынуждает защищаться таким образом, извините, это не специалист. Вы свои обязательства сначала исполните, прежде чем анализируете? Я твои обязательства исполняю. Исполняйте недовережащему вопросу. Вы сейчас готовы решать этот вопрос? В договоре указано, что ввиду просрочек либо каких-то задержек будут влагаться штрафные санкции. Правильно? Алло? Вы мне скажите, вы готовы этот вопрос решить? Ответьте на мой вопрос. Алло, вы слышите меня? Я вас слышу, а вы меня слышите? Мы вопрос по поводу просрочки сейчас решаем. Ну, я вам и объясняю. Документы у вас передо мной лежат. На расторжении идут. Да. Следующий этап от судебных производств. Хорошо. Готовы решать? Конечно, тогда разговоры через адвоката. Все, до свидания. Как зовут ваш? Алло. Да, Свет, да? Да, ребят, ну тут в процессе прослушивания назрели несколько комментариев. Да, вот этот вот мушкетер, который там якобы за даму там вступился. Ну, понятное дело, что это все он прослушал. И там предыдущие разговоры, естественно, думают, ну блин, вот и мне не повезло. Там овца, наверное, которая прежде разговаривала, скорее всего сделала все необходимое для того, чтобы ее послали и прямо и косвенно, ну по адресу. Как бы спасибо автору за то, что он не позволил распоясаться этим придурком. Ну, а что касается чисто профессиональных вот таких моментов, да, что мне вот на слух попало и, как говорится, напрашивается на комментарии. Как я понял, человек оплачивает свои кредиты, пытался это делать до знакомства с ситуацией. Сейчас он, наверное, уже больше не будет этого делать. Вот конец видео, конец этого ролика явно об этом подтверждает. В истории он оплачивал, скорее всего, это все дело на карточку. Из карточки происходило списание. Карточка кредитная. Так вот, друзья мои, запомните, банк сам себя ставит в тупиковую ситуацию в надежде на то, что заемщик просто не разбирается в данном конкретном вопросе. Итак, если у вас есть карта кредитная, а здесь, кстати говоря, вообще дебетовая карта фигурирует в контексте, да, слышали. Вот дебетовая карта подразумевает наличие собственных средств. И банк может на нее зачислить кредитный ресурс, какой-нибудь кредитный лимит, так называемый. Так вот, если банк дает человеку в пользование какие-то деньги, должна быть долговая расписка. Ну, тот самый кредитный договор. Если банк просто так взял и влупил туда кредитный лимит, его можно, ну, вот так вот, в обувательском формате, да, не вне ка в юридические тонкости расценивать как подарок. И пользоваться им по усмотрению. Вот. Если это было, если деньги поступили в сопровождении той самой долговой расписки кредитного договора, то ни в коем случае банк не имеет права эти деньги по своему усмотрению списывать. Именно с физического лица. Даже если есть просрочка по другим кредитам. Это называется безакцептное списание. И оно доступно только в формате сотрудничества между банком и юридическим лицом. В одном из своих комментариев по какому-то ролику я на этом заострял внимание. Вот. И вот здесь, когда человек констатирует по выписке своей, по приложению, что деньги списываются в счет погашения денег, неодолго, он четко и конкретно обозначает нарушение своих прав предоставленных ему вообще законом о банках и банковской деятельности, если хотите. Ну вообще Конституцией. Потому что любой закон на основании Конституции выпускается. Ну а что для тех, кто хочет поглубже, посерьезнее узнать ситуацию, а именно о ней мы будем говорить на наших вебинарах, которые состоятся в самое ближайшее время. Расписание вебинаров вы можете узнать, пройдя по ссылке, которую вы увидите в описании видео. Ну а те, кто желает стать под юридическую защиту, тоже пожалуйста в описании видео, там есть наш сайт. Ну и само собой также в описании видео ссылка на нашу открытую группу ВКонтакте. Тоже пожалуйста вступайте. Любой ролик дублируется ВКонтакте. Если вам удобнее следить за нашим творчеством ВКонтакте, то пожалуйста. Ну и подписывайтесь на наш канал. Это я сейчас обращаюсь к новым нашим посетителям. И будьте всегда в курсе дел. Канал всегда растет, развивается и пополняется новыми сюжетами. Итак, на связи был Кузнецов Дмитрий. Академия юридической грамотности. Центр юридической защиты. Компания Аля. До свидания.